Добрый день. Здравствуйте. Я на диспансеризацию. Что для этого необходимо? Полис вас подснился. Одну минутку. Пожалуйста. Татьяна специально запланировала день заботы о себе. Услышала про диспансеризацию, выбрала свободное время и пришла в центр профилактики на улице Бирюзова. Никакой бюрократии и очередей тоже нет. Заполнила только на входе анкету по хроническим неинфекционным заболеваниям и сразу отправилась по врачам. Чуть более чем за час прошла шестерых специалистов. В финале – итоговая консультация у терапевта. И здесь не совсем ожидаемая новость. Очень хорошо, что вы к нам сейчас пришли, Татьяна. Очень вовремя. В ходе обследования были выявлены факторы риска, которые могут привести к серьезным заболеваниям. Я вас направляю на обследование и на консультацию к узкому специалисту. Казалось бы, не повод для радости, но Татьяна, наоборот, довольна. Лучше точно знать, что с твоим здоровьем и как действовать дальше, чем чувствовать дискомфорт и гадать, что не так. Услышала то, что не ожидала услышать. Мне сообщили о том, что есть риск, который в дальнейшем может немножко негативно оказывать влияние на мое здоровье. Я учла. Я была направлена к профильному специалисту. Я пройду профильного специалиста. Проверить кровь на холестерин и сахар. Померить давление. Сделать сурографию. Все это может любой гражданин России старше 18 лет. И не обязательно по месту регистрации. Если раньше уже ходили к врачам, то при себе достаточно иметь паспорт. В любом случае для записи на прием можно воспользоваться тем способом, что привычнее. Также можно записаться через единый справочный телефон Московской области 122, через портал услуги Мосрек, либо через госуслуги, через информат, через информат в поликлинике. В регистратуру можно обратиться, любое поликлиническое отделение, также на ФАП. Можно обратиться к участковому терапевту, к узкому специалисту. Центр диспансеризации в Одинцово работает по будням с 8 до 8, а выходные с 9 до 2. Государство создает все возможности, чтобы граждане могли следить за своим здоровьем и вовремя лечиться. Но все-таки первый шаг необходимо сделать самому. Тимур Гайсин, Андрей Безуглов, телекомпания Одинцова.